Комнатный лимон универсальное растение для дома. Во-первых, полезное. Фитонциды, которые выделяются листьями и плодами, уничтожают огромную массу болезнетворных микроорганизмов, которые летают по нашей комнате. И в комнате, где стоит комнатный лимон, люди болеют меньше. Затем это просто красиво. Цитрусовое дерево очень экзотично смотрится в наших комнатах и будет его украшением. Лимон, как и все цитрусовые, интересен тем, что на одном растении одновременно могут быть и цветы, и недозрелые плоды, и зрелые желтые плоды. Ухаживать за лимоном очень несложно. Как за обычным растением, поливайте его, не давайте пересохнуть земляному кому и периодически удобряйте и подкармливайте удобрением, которое сделано специально для цитрусовых. В таких удобрениях очень сбалансирован состав, потому что лимону нужно больше калия и фосфора для того, чтобы развивались хорошие плоды. Существует довольно-таки много сортов комнатного лимона. Это лимон Мейера, это юбилейный, один из популярнейших сортов лимона Пандероза, это гибрид лимона и грейпфрукта, когда плоды достигают 800-900 граммов. Сажайте именно комнатный лимон, потому что вот эти растения созданы селекционерами специально для того, чтобы они чувствовали себя комфортно на наших подоконниках. Лимон очень хорошо растет в наших домах. Единственное, что он боится, сквозняков. Когда будете вставить на подоконник, поставьте в такое место, чтобы сквозняк не попадал на растение. И периодически осматривайте листики растения, потому что эти сочные, нежные листья любят паутинные клещи. Смотрите, следите, чтобы паутинный клещ не завелся, и для профилактики раз в месяц можно опрыскивать таким препаратом, как теовиджет. Он довольно-таки безобасен, запах у него хотя и неприятный, но не очень сильный. И вот тогда ваше растение будет чувствовать себя хорошо, комфортно, и вы будете наслаждаться зимой и летом такими вкусными, полезными плодами.